всем привет у нас сегодня с вами пересадка не буду долго размышлять на тему что и как будет делаться давайте приступать сразу к посадке будет обобщенное групповое постеление двух красоток в один горшок в единый дом перед тем как мне их начать освобождать от грунта я хочу обязательно протереть листочки это препарат домоцвет который снижает стресс при пересадке ну и разных разных стрессовых ситуациях которые попадают растения не только орхидеи домоцвет я использую есть видео на канале как я это делаю вместе с вами пересаживали растения я его использовала как антистресс при пересадке орхидеи результат понравился и мне и орхидейке поэтому с удовольствием повторяю вот такой вариант обработки растений перед пересадкой так все я развела одна капелька вот буквально одна капелька берется 3 капли домоцвета на литр воды из этого расчета вот получается на пол литра полторы капли здесь у меня грамм 300 наверное поэтому я взяла одну капелюшечку видите как он пенится вот это как бы показатель искомности препарата вот так все я сейчас что я хочу сделать я налью им водички это груша я не взяла можно достать орхидейки налить водички перед тем как пересаживать растение вы знаете что я всегда их поливаю я не освобождаю корневую на сухую это может повлечь повреждения корневой системы когда мох снимаешь и получается не очень хороший эффект когда мох отдирается от сухих корней поэтому на сухой я никогда не пересаживаю орхидеи все я вот так с домоцветом полила сейчас я хочу протереть листочки этим же составом но самый обычный простой метод я беру для каждого растения свой диск ватный и протираю стоят они у меня до полного поглощения воды промокания мха в посадке а потом мы вместе с вами начнем освобождать корневую систему и разглядывать ее так смотрите почему чем обусловлено вот это вот такое мое решение у групповой посадки я вам рассказывала что прикупала специально я два растения прикупила для того чтобы сделать групповую посадку это два сога юкидана которые цветут абсолютно одинаково у них цветение очень крупная крупного крупного крупно цветковая поэтому я представляю какое будет красивое зрелище когда мы вместе с вами дождемся цветение этих двух орхидей сога юкиданы я за ними давно гонялась и вот наконец-то я их прикупила но прикупила вы знаете когда же я их получал то по лету по лету я вам их показывала забрала на остатки растения и вот кстати могу сказать что при покупке вот этот вот красавец который просто мне какую-то осьминожину вырастил из корней вот этот красавец он приходил мне где-то в полтора раза меньше чем вот этот сейчас все случилось наоборот сейчас вот этот вот который был более маленьким он как-то очень активно тронулся в рост у него уже в моих условиях отросла вот эта макушка вот вы видите да вот такая макушка а вот этот вот он у меня дорастил вот этот листочек но и дал еще один как-то как-то тот который был меньше перегнал того который был больше все я ухаживаю за листиками и потом обязательно мы начнем работать с корневой системой так ну вот я их достала из стаканчиков в которых они росли это из фикс прайса стаканы обалденные маленькие то что надо обычно вот это быстрее взяла воду напитала а вот это у меня еще пока не очень промокла я имею виду мох поэтому она у меня лежит напитывается а я работаю пока с этой орхидейкой корневая система просто обалденная вот она отросла будучи уже у меня и конечно же орхидейки конечно хотят уже пересадочку и самый подходящий момент когда растут листья раскупленные корни я вам всегда рассказываю что как вот по мне это самый лучший вариант ну что хочу я сохранить эти горшочки как вы думаете я боюсь переломать корни и тут даже подвести то туда никак не могу палец сейчас я попробую очень сложно работать с этими вот кончиками растущими постоянно цепляешь ими все подряд и они начинают куклиться так сейчас я посмотрю тут нет корней ну вот они пошли она пошла вроде потихонечку сейчас я да все она выходит не стала я горшок ломать корневая хорошо выйдет дырка здесь большая сейчас мы ей чуть-чуть поможем вот так направление придадим ну и поехали конечно этот мох он свойство мха посмотрите совершенно сохранено структура мха совершенно сохранена и поэтому весь этот мох в котором орхидеки растут и одна и вторая пойдет в посадку здесь не имеет значения он здесь будет общий мох как у того растения так у этого я буду их смешивать потому что это будет общая посадка групповая так я вот сегодня думала конечно как мне корневую систему освобождать ее все от мха не освобождать я конечно понимаю что там размер 1.7 внутри очень плотная да очень плотная конструкция поэтому я сейчас по максимуму мох сниму и взрыхлю то что есть и 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 в и и и и и я сделала небольшие отрезания старых корешков не буду вот эти вот убирать в принципе их можно было бы убрать вот они вот эту вот кочерыжку с маленькими обрубочками но не буду я этого делать там чистая шея там все хорошо и на одной и на второй по максимуму что нужно сделать это убрать мох от шейки но знаете если конечно я где-то упущу и оставлю кусочек мха в районе шеи вы знаете что для меня это будет абсолютно не критично потому что с моими способами полива всех орхидеи да я орхидеи перевожу на способ поливать проливом это абсолютно разрешимая такая ситуация вот это место у меня шейка она в этом в этой области никогда не будет намокаться мох очень хороший посмотрите какая структура мха сохранены вот все его такие свойства когда вот на ощупь чувствуешь мох вот как будто вот только-только его заготовили поэтому вся вот эта микрофлора экосистема двух горшков у меня пойдет в посадку ой ссори относительно коры у нас будет 30 процентов процентов мха и 2 его и 70 процентов коры все на дно обязательно будет устилаться дренажный слой виде может быть циофлоры а может быть так сейчас я вот тут разъединю и уберу мне проще сделать вот так и вот так видится а флоры либо керамзит что называется под руку попадет то и добавлю все листочек маленький я убрала потому что он уже начал подсыхать вы видели да как он стал виду изменяться а вот и тем более естественно мне интересно вот это тоже можно было бы убрать мне интересно все-таки сделать такую более низкую посадку вот и да я сейчас его уберу потому что все таки хочу закрыть вот так вот так сейчас хочу вот так сделать вот так сделать и вот так прибегаю с помощью к помощи инструмента потому что я одной рукой держу орхидею и работаю на камеру все я сняла все без остатка вот так чистые шеи замечательная корневая система и сейчас эти две красотки лежат у меня отдыхает и я пока готовлю грунт для их размещения в новую посадочку так все мы готовы к посадке что я придумала сегодня у нас будет посадка закрытую систему горшок относительной корневой системы если их вот эту корневую систему двух растений соединить ну самое то можем сказать сейчас сложно будет расположить вот эти воздушные корни щупальца которые отросли у этой вот у этой вот странной особы сейчас мы будем располагать давайте я вам вначале расскажу про тот слой нижнюю подушку грунте которую я сделала у меня работает система подсветки будет немножко отсвечивать но по-другому никак сейчас уже к сожалению у нас осеннее время и солнечного света будет не хватать всем в том числе мне для работы на дно у меня пошли морские камушки вот они лежат одним слоем для того чтобы мне утяжелить конструкцию потому что я знаю что эти орхидеи они способны вырасти очень большими вот эта зеленая масса не дай бог она начнет как бы отклоняться относительно посадки и начнет цветоносами своими мощными цветоносами юкиданы цветут шикарными каскадами вот такими с не спадающими как водопад и естественно я вот он тяжелый это тяжеленький такой стал далее я положила ну буквально там наверно штучек 7 керамзитинок на керамзит я насыпал на положила мох ее мох их мох вот затем я взяла кору архиата у меня вот тут оставалась от прежних посадок я взяла ее архиатка немножко циафлорки для сборная солянка получилось вот как подушка такая основана которые будут сейчас располагаться орхидеи сейчас мы будем примерять очень мне интересно что из этого выйдет ох 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 такое ощущение что мне придется их все-таки немножко надломить а как по-другому никак так так во первых мне нужно понять как я буду их располагать относительно друг друга естественно параллельная посадка и вероятно и вероятно так вот это растет как бы сюда внутрь друг на друга я думаю посадить их или друг от друга нет друг на друга да вот так относительно но начинаем примерять сейчас я буду усаживать красоту эту и естественно вот этот корешок видите я тоже буду заправлять и он тоже надломится но я буду стараться просушить посадочку и и и и и чтобы мне вот так немножко немножко закручивая я как бы присаживаю одну и сейчас мы возьмемся за вторую корневая и той и той у меня идет в посадку сейчас вот так 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 сейчас я возьму палочку который я как правило поправляю корневую систему он в принципе вы знаете что они такие мягенькие они такие хорошенькие что вот только вот этот вот который вверх смотрел а остальные даже не надломились вот реально как есть но они намочены были поэтому поэтому вот так располагаю к внешнему контуру насколько у меня это получается корневую систему чтобы мне контролировать все все поливы потребность поливах и так далее буду сейчас пытаться это одна у меня присела вот так красота очень хорошая корневая я я просто в восторге они великолепно у меня росли очень отзывчивые барышни и очень такие так так сейчас мы смотрим так я вот думаю как мне повернуть нет все таки я вот так ее присажу хочу вот так она как-то так лицом ко мне получается открыто все они зашли вообще на ура и ничто нигде практически не потреснуло только вот здесь на поверхности те корни которые даже один корешок который у меня так ну-ка давай мы тебя сейчас чуть-чуть фокус-фокус тебе покажем опс смотрите и все и он там красавец так давайте смотреть относительно посадки корневая система выведена в нужный для меня уровень вот так корешочки к вне я их расправляю изнутри к вне к стенкам контроль будет так они сидят не вплотную друг дружку видите это это то что надо мне и сейчас мы начнем их присыпать грунтиком так сейчас вот тут еще нужно опустить корешок туда внутрь это корешок второй орхидеи которую я стала располагать и вот так естественно она стала ложиться корнями на корни первой орхидейки о замечательно все они даже хорошо присели так относительно верхнего контура горшочка и вот так я немножко она у меня стоит вторую я придерживаю и начинаю их просто сейчас корой присыпать а потом уже буду добавлять мох и буду делать вот такую послойную посадку и вот и 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 Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Ух, стильно, круто, мне нравится Я балдею, когда так происходит Когда все задуманное получается И получается великолепная картина Смотрите, вот этот листочек Он немножко как бы заваливается Получается как будто бы не параллельная посадка Посадка вот относительно нижних листьев Она абсолютно параллельная Молодой листочек он отрастет Он выровняется Он пока очень-очень нежный Поэтому он валится Смотрите, как получилось посадить растения Вы видите, что вот они располагаются Близко к стенкам горшочка Ну, вы знаете, ничего особо страшного в этом нет Корневая система Она начнет расти Будет врастать в грунт И я думаю, что все будет просто Более чем Ну, красиво Согласитесь, ну просто обалденная посадка Корневая как располагается Смотрите, относительно стенок Давайте я вот так буду крутить Вы сами все увидите Воздушные карманчики есть Достаточно большое количество мха есть Так, свет вот нам предатель мешает Но я вам вот так немножко постараюсь показать Так, без света никуда Темно сейчас Корневая хорошая Она видна для того, чтобы мне контролировать поливы Перемежение коры Фракции 18-25 Я потом выбирала более мелкую фракцию Там попадались и такие кусочки Которые располагались у меня Вместе с крупной корой на поверхности Относительно коры Мох слоями укладывался Но, знаете Видите, как он Слоями, не слоями Все получилось Все перемешалось Вот И это то, что я хотела добиться Далее Рассказываю вам о поливах Этих двух красоток Посаженных именно с учетом того Что это закрытая система посадки И в посадке Большущее количество мха Эта закрытая система посадки Никогда не будет заливаться водой На 3 четвертых Или на 2 третьих Никогда Если я залью эту посадку Сам мхом Водой Для того, чтобы сделать корову логоемкой У меня просто пропадут Все корни у орхидеи Потому что мох Он моментально впитывает воду Поэтому эта посадка Будет поливаться всегда Грушей Аккуратно Вот так Вот так Змейкой-змейкой Здесь будем подливать водички Протекая вода Она будет протекать Во всех слоях Потому что там вот такое Мозаичное расположение коры И мха Относительно друг друга И уже тогда мокрый мох Который Моментально берет воду поливочную Он естественно Будет ее отдавать И влагоемкой коре Эта архиата Эта кора Влагоемкой Делать ее влагоемкой Нет Никакого просто смысла Она и так От производителя Идет влагоемка А посадка красивая Замечательная И результат Меня более чем устраивает Я думаю Вам было сегодня Со мной очень интересно Поучаствовать И понаблюдать При размещении Двух растений Двух орхидеишек Вот в такую Систему посадки Специально сделала Заниженную посадку Нижние листики Я удалила Вы видели Для того Чтобы мне стимулировать Рост корней Внутрь посадки Относительно шеи Располагается Только Вот смотрите Только Только сухая кора Ни в коем случае Это область Вот прям контур Большой такой Диаметр Два сантиметра От шейки Никогда Увлажняться Не будет Никогда Я думаю Что у нас Все получилось Минимальными Вообще Какими-то Ну два корешка Воздушных У одной Один И у второй Вот они на поверхности Вот Видите Вот он Чуть-чуть потреснул Он Подсохнет И даже Вспоминать не будем О том Что он где-то Когда-то Был поврежден Все Ребят Девчат Желаю вам Красивых посадок Достижения Великолепных Результатов Улыбчивых Орхидей Здоровья Благополучия И всего самого-самого Доброго И всем Пока-пока Субтитры